К сожалению, у нас сейчас гости, которые приехали на конференцию, сейчас которую мы будем проходить, конференция Международной ассоциации студенческого телевидения, по вопросу времени очень ограниченной. В связи с этим, позвольте мне предложить открыть конференцию. Рядом со мной находится генеральный директор телеканала «Просвещение», исполнительный директор Международной ассоциации студенческого телевидения Владимир Евгеньевич Косинчук. Мы вместе, если вы позволите, и будем вести сейчас эту конференцию. Владимир Евгеньевич, передаю вам слово, пожалуйста. Еще раз хочу поприветствовать участников. Международная ассоциация студенческого телевидения была создана 2,5 года назад, и основная ее задача была создание общего информационного пространства. Но вы знаете, у нас страна многонациональная, многоконфессиональная, 193 национальности, 175 языков, 30 с небольшим основные языки, в том числе есть языки, которые транслируются малочисленными народами, несколько сотен человек. И мы задумались о том, что, конечно, мы живем в прекрасном государстве, где очень много разных мнений, разных конфессий, разных религий. Как МАСТ в этой ситуации может создать общее информационное пространство? Как? Сегодня выступали прекрасные спикеры, многие, все практически мои друзья. Я их с удовольствием всегда слушаю. С чем-то я согласен, с чем-то нет. И мы озадачились как раз тем, что нам надо доступная информационная среда, которая комфортно бы влияла на развитие наших молодых медийщиков. В этой связи мы как раз ровно год назад, по-моему, мы подумали и решили, что нужно этим заняться серьезно. Да, конечно, много создано федеральных агентств по национальности, других организаций, некоммерческих организаций, и это правильно. И в последнее время работа идет очень активно и плодотворно. Но медийщики, как с медийщиками быть? Ведь вы основная масса молодежи, которая транслирует мнение своего региона, своего народа, своего языка. Мы знаем с вами, что язык – это основа любой культуры, любой национальности. И мы как раз очень серьезно задумались, как нам это сделать. И на базе КФУ мы приняли решение, что надо нам создать не только представительство МАСТ, но и как раз Межнациональный Совет, который бы занимался решением тех вопросов, которые стоят сегодня перед Международной Ассоциацией. И Шатровкатович согласился возглавить этот Межнациональный Совет. И сегодня я предлагаю открыть первое его заседание. Конечно, оно сегодня будет в высеченной форме, потому что ректора, к сожалению, нет. Но мне кажется, те основы, которые мы задумали ввести в МАСТ, они будут плодотворно восприняты и реализованы. Ну, к примеру, кто из молодежи знает языки своей страны, на которых говорят такие же молодые люди, как вы? Кто часто смотрел фильмы на башкирском, на каких-то других языках с субтитрами на русском? Где это у нас есть? Мне кажется, что тот канал, который мы 25 числа запустили, Международная Ассоциация студентского телевидения, называется он Первый Студенческий, как раз может позволить всем нашим молодым гражданам приобщиться ко многим языкам, которые есть у нас в стране. Ведь главная наша задача и главная наша ценность нашей страны – это дружба, толерантность, хотя многие слова это не любят, но и взаимопонимание, и взаимопомощь. Мне кажется, что этот канал может развиваться под как раз контролем, под даже не контролем, наверное, Совета Межнационального, который возглавляет ректор Казанского федерального университета. Сейчас здесь официальный представитель Ильич Адравкадыч, это наш проректор Дмитрий Альбертович Тавюрский. Я прошу вас пройти сюда. Есть полномочный представитель Республики Беларусь, Сергей Павлович, тоже прошу вас сюда пройти в президиум. Сегодня мы здесь собрались, молодежь, студенчество, те, которые занимаются и обладают какими-то медиаресурсами, причем с разных регионов. Нам бы хотелось, на самом деле, чтобы с каждого субъекта федерации, с каждого национальной республики присутствовали представители, которые могли бы решать какие-то вопросы на федеральном уровне. Хорошо, если это будут представители из Госдома, Совета Федерации. В связи с этим мы хотели бы получить от вас какие-то предложения свои. Кого мы могли бы делегировать в Совет Межнациональный или чего? Для того, чтобы с общими усилиями мы в конечном итоге могли бы сделать некое медиапространство. Вот есть ресурсы очень хорошие, МАСТ, первый всероссийский, студенческий. Есть телеканал «Универтова», мы вещаем здесь и в эфире, в кабеле. ОТТ-провайдеры по России уже нас сейчас раскидывают. Все эти ресурсы, если объединить, объединить еще ресурсы вузов и здесь сделать некое медиапространство, на котором мы могли бы обмениваться, вообще рассказывать друг о друге. Этого нет нигде, ни на одном федеральном канале. Вы не увидите сейчас, раньше в советское время какие-то вещи были, сейчас этого нет. Хотя технологии позволяют и на двух языках, и на трех языках. Сейчас уже в интернете, пускай, не говоря уж про субтитры. Заканчивая, я хотел бы передать слово Дмитрию Альбертовичу Стоюрскому, это проректор Казанского федерального университета. И я представлю сейчас, да, Римма Атласовна, извините, я вас не видел. Римма Атласовна, зампредседатель, да, зампредседатель Госсовета Республики и человек, который возглавляет Союз журналистов Республики Татарстан. Миря Альбертович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, гости. Прежде всего прошу за свой неофициальный вид прощения. Я буквально с самолета сразу же, вот так получилось, что я вернулся с командировки, Ильша Травкатович поехал в командировку. Мы так по телефону переговорили, но в небе не встретились. Прежде всего я хотел бы передать официальные слова от нашего ректора с благодарностью, он принял это предложение, его возглавит Междунациональный совет. Действительно, это очень важная работа, которая сегодня, как ни странно, в цифровую эпоху, вот если слово «такой цифровой эпохи», она приобретает совершенно иное звучание. Вот сегодня вы прослушали замечательные мастер-классы про новые медийные, скажем так, проекты, которые можно реализовать в рамках тех изменений, которые произошли у нас, а я имею в виду технические изменения, цифровые изменения. Я хотел бы обратить ваше внимание, что цифровая эпоха, она накладывает, вообще говоря, очень большой отпечаток, она даже не отпечаток, она в корне меняет весь ландшафт языков и межнационального общения. Это очень важно понимать, поскольку сегодня, я приведу вот несколько примеров, сегодня молодые люди, вы говорите о студенческом телевидении, значит, в вашей аудитории молодые люди, вы сами задумаетесь, вы уже приняли какое-то решение. Время принятия решений, причем принятие кардинальных решений сегодня, это очень молодой возраст. В этом плане, как ни странно, мы уходим далеко в историю вглубь, поскольку 5-6-7 веков назад глобальные совершенно задачи начинали решаться людьми и принимали решения. Еще у ацтеков те же самые, уже в 12-13 лет было известно, кто будет воином, кто будет пахарем, кто будет кем. Сегодня вы тоже принимаете решения очень рано. И молодежь, она вся принимает решения очень рано. И это надо очень хорошо понимать, потому что они принимают решения, и это решение потом уже тяжело менять. И это надо очень хорошо прочувствовать, это надо учитывать, особенно в межконфессиональном и межнациональном общении, поскольку человек сделал свой выбор. Этот выбор нужно уважать, нужно до него достучаться, до этого человека с тем, чтобы все это работало в одном и том же ключе, в том, которым было задумано. И следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, опять же, со словом цифра связано. Цифровая эпоха, цифровая экономика, она совершенно по-другому заставляет нас строить те же самые проекты. Вот только что говорили вы о проектах. Если взять обыкновенный бизнес-проект, то в обыкновенном бизнес-проекте это есть, прежде всего, минимизация рисков, просчет всего с тем, чтобы с минимальным риском получить результат. Сегодня в эпоху цифровой экономики это не так. Сегодня ставится задача наоборот о максимизации рисков. Но у нас в обществе толерантности к рискам, к большим рискам нет. Молодые люди плохо понимают, что такое риски, они могут работать с ними. А это тоже накладывает свой отпечаток на то, как общаются люди между собой, молодые люди, как общаются между собой. И здесь проблем действительно очень и очень много. Я хотел бы, во-первых, от лица ректора Казанского университета, от всего Казанского университета пожелать вам, те, кто будут работать в этом направлении, быть воистину толерантными, креативными и быть полиглотами. Причем полиглотами не означает то, что вы будете знать много языков, общаться на всех языках, нет. Но полиглотами быть в том, чтобы слышать то, о чем говорят другие. Большое спасибо. Успех вам. Я с удовольствием передаю микрофон Римма Атласовне Ратниковой. Это зампредседателя Государственного совета Республики Татарстан, руководитель Союза журналистов Республики Татарстан. Да, пожалуйста. Мы даже отстаем от этого. Где-то и законы наши страны отстают от тех бурных процессов, которые сегодня идут в сфере массовых коммуникаций. Но интерес на самом деле не праздный. И от имени нашего журналистского сообщества, моей коллеги, у нас более 1300 членов состоит в нашем союзе журналистов. У нас самостоятельный союз не входит в союз журналистов России. Это уже, значит, вот я 20 с лишним лет возглавляю этот союз. Я хочу вас сердечно приветствовать от имени своих коллег, считая и вас своими коллегами, безусловно, раз вы связаны со студенческим телевидением. И хочу пожелать успешной работы конференции, потому что, по правде говоря, вы на очень сложном пути. Предсказать будущее журналистики, особенно телевизионной журналистики, даже и печатной журналистики, особенно вот в позитивном ракурсе на ближайшие 10-15 лет сегодня, ну, я не знаю, Есть, конечно, смельчаки, которые осмеливаются это делать, но дело это, я думаю, вполне даже не самое благодарное. Исследования медиапространства, безусловно, идут, их в мире очень серьезно изучают, американцы. Вот у меня есть исследование университета Reuters 2016 года, голландцы изучают. И, ну, прогнозы, прямо скажем, очень интересные. Например, в докладе того же института Reuters, значит, говорится о том, что выросло поколение, неспособное и нежелающее читать длинные оповещения, длинные контенты. Идет восприятие на уровне короткого оповещения. И выросло поколение журналистов, которые пишут только оповещения. То есть та журналистика, которой нас учили много лет назад, ну, вслед за мной еще несколько поколений журналистов училась этой профессии, вот она стала сегодня совершенно иной. И некоторые прогнозируют, что профессия будущего, самая перспективная, это редактор заголовков. То есть вот несколько слов, и, ну, как бы все считается, что все понятно. Процесс, действительно, вот эволюция медиа связана, и связаны, значит, они с многими трансформациями журналистской профессии. Это тоже очень интересная тема. У нас давно предрекается гибель печатных изданий. Вот я сама многие годы проработала в молодежной журналистике, была редактором молодежной газеты нашей республики. Конечно, вот этой газеты, причем той газеты, в которой я работала, сегодня ее нет. И многим другим печатным СМИ также предрекается скорая гибель. Но, возможно, действительно, они, ну, пока люди-то все равно читают, и вот эти тактильные ощущения, они людям интересны, и они продолжают, особенно в сельской местности, все равно выписывать газеты и журналы. Но, тем не менее, полагаем, что, наверное, со временем они тоже придут в какой-то цифровой формат, и это, если глубоко посмотреть, не закроет, а, может быть, даже наоборот, откроет огромные креативные возможности для редакции, и они смогут со своей аудиторией общаться в виде какого-то такого интерактива и новых мультимедийных практик. Цифровизацию, тему которой вы взяли сегодня для обсуждения, конференция надвигается со страшной силой. Ну, безусловно, мы видим, что государство очень сильное, ну, такие усилия прилагают довольно мощные в этом плане. Сегодня, вы-то, конечно, не слышали, но мы уж по долгу службы старались послушать Владимир Владимирович Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Собственно, это было такое большое послание всей стране, всему нашему обществу. Говорил о необходимости сделать более комфортной систему связи между государством и обществом, имея в виду как раз ту самую цифровизацию, всеобщую, о чем он говорил и неоднократно уже вот последние несколько лет во многих своих выступлениях, и имея в виду внедрение цифровой грамотности, тоже, ну, со временем поголовной. Но независимо от того, как государство помогает или где-то, может быть, какие-то отдельно взятые тиновники стараются тормозить эти процессы, тем самым укорачивая свою жизнь, она все равно, эта революция неизбежна, неотвратима и очевидна. Вы это знаете гораздо больше, лучше, наверное, даже, чем мы. И эти процессы, безусловно, поменяли восприятие самой реальности. Вот я выступаю в зале, где большинство слушателей уткнулись в свои гаджеты. Это тоже очень символично. Я тоже понимаю, что это неизбежно и неотвратимо. И будущее, поэтому, получается, не за газетами и даже не за телевидением, а вот за тем, что вы держите в своих руках. Но, тем не менее, ну, круто, что мы в этой аудитории говорим о развитии студенческого телевидения. И, ну, хотя там многие социсследования тоже говорят о том, что телевидение тоже как класс когда-то исчезнет, и крушение его тоже, вот, самой вот телевизионной индустрии уже не за горами. Но, тем не менее, это, когда это будет, это еще неизвестно, а мы продолжаем развивать телевидение. У меня дома, вот ко мне в дом вторглась в мою квартиру, мы недалеко от университета живем, вторглась в УнивертТВ и взяла в плен всю мою семью, потому что у меня смотрят и сын, и муж. Ну, там, когда получается у меня смотреть, я тоже смотрю. Действительно, это интересно, это креативно, этому можно поучиться. И этому, надо сказать, завидуют наши телевизионщики, которые работают в больших телекомпаниях нашей республики, тому, как вы оснащены, как вы учите молодежь. Это, на самом деле, здорово. Так что, все равно будущее есть, но отрицать вот эту диджитализацию, ну, совершенно невозможно. Но что будет дальше? Что будет дальше? Вот я думаю, что вы об этом сегодня тоже говорили. Пользователи отказываются от кабельных сетей, отписываются от отдельно взятых каналов. Границы между онлайн-вещанием и традиционным телевидением, ну, как-то вот они тают, и вот это потоковое телевидение уже занимает и имеет мощные позиции. Рекламные бюджеты переползают в онлайн-рекламу. И, ну, телеиндустрия, на самом деле, сегодня тоже, ну, в очень непростом положении находится, и оно будет усугубляться очень быстро. Очень-очень быстро. Поэтому вот в этой ситуации найти свое место. Вот я не знаю, на самом деле, как готовить и обучать студентов в этих условиях, как самим студентам учиться в этих условиях, готовить себя к будущей жизни, что из тех знаний, которые сегодня вам дают, будет востребовано завтра, какие знания, какие навыки, какие компетенции нужно формировать сегодня, чтобы быть успешным буквально там через несколько лет. Это очень-очень непростые вопросы, и хорошо, что вы об этом думаете, обсуждаете. И вообще, я, конечно, по правде-то говоря, очень бы хотела быть участником конференции, но, к сожалению, у меня сегодня не получилось найти время. И вот, знаете, вот в этом контексте где-то как-то мы должны вернуть сюда вот сохранение и развитие через студенческое телевидение вот этими формами, значит, сохранение нашей этнической самобытности народов, которые живут в нашей стране, их языка, там, культур, традиции и так далее. Это вечные темы, которые будут жить, пока сами народы живы, независимо от того, в каком формате, какими скоростями они будут людям передаваться. Я сначала вот как-то, у меня вот не слилось это в голове, да, вот цифровизация здесь, а вот эти темы, вот они вечные для человечества и для народов, они как бы вот здесь. Но на самом деле, глубоко подумав, конечно, понятно, что это все очень-очень вместе, и если будут такими стремительными темпами какие-то уже традиционные вещи разрушаться, то как сохранять вот интересы и народов самих, и этносов, и, конечно, об этом надо глубоко думать. Я в журналистике очень много лет, но никогда так остро не ощущала те вопросы, которые поставлены вот сегодня на вашей конференции, и они действительно заставляют задуматься. Я думаю, что вот для меня это будет такой толчок еще, чтобы поднять еще и еще и еще глубже, хотя я никогда от журналистики не отрывалась, поднять новые изыскания, которые, исследования, которые есть в этой сфере, общаться больше с молодежью, ну и на самом деле искать. Потому что завтра мы вот вдруг резко проснувшись там утром каким-нибудь замечательным, можем оказаться иначе не у дел. Ну, вам-то это меньше грозит, может быть, нам больше грозит. Но, тем не менее, для кого работает сегодня студенческое телевидение, кто ваша аудитория, как преподносить вот эти вечные ценности, это, конечно, очень интересные темы. Желаю вам и хороших выступлений, и самое главное, это у нас общение на любой конференции. Знаю, что из многих регионов приехали студенты из Белоруссии у нас студенты, поэтому мы видим нас, представители белорусской общины в Татарстане. И, ну, в общем, вот таких вам всяческих успехов. Спасибо. Спасибо, Римма Атласовна. И поскольку сейчас как раз Римма Атласовна хорошо перешла к Белоруссии, мы позвольте представить слово Морден к Сергею Павловичу. Это почетный консул Республики Белоруссии, Преспублики Татарстан, представитель Общественной палаты Союзного государства, и, к тому же, еще заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана, Сергей Павлович Порошев. Добрый день, дорогие друзья. Я действительно в первую очередь выступаю от имени Общественной палаты Союзного государства. Видимо, не все знают, так как она образована в 2017 году. Ей исполнилось всего полгода. Идея создания проста, поскольку де-юре Союзного государства существует, поэтому надо или его развивать, давать пример, или же принимать какие-то другие формы. Но практика показала, что другие государства присмотрелись, и уже создано Евразийское сообщество. Туда уже вошли пять государств. Кстати, в Федеральном университете в декабре проходил экспертный совет Евразийского государства у нас в Казани. Интерес к этому есть, хотя бы потому, что практика жизненная показала, что не уделять национальному вопросу внимания никак нельзя, и жизнь нас этому учит. К сожалению, уроки очень горькие в межнациональном вопросе. И неспроста уделяется внимание, что этому вопросу должны уделять в первую очередь журналисты, средства массовой информации, потому что они оказывают очень большое влияние. Вы, наверное, знаете, прекрасно, что такие моменты в Прибалтике приняли решение о переходе на национальный язык, исключив русский. Имеют право, и Казахстан перешел на латиницу. Вот эти все движения, которые идут, запрет русского на Украине и прочее, они дают пример, что если не остановить вот этот вал, то он ни к чему хорошему не приведет. И этот вопрос понимают все. И, во-первых, в общественной палате, где, кстати, собраны лучшие, самые видные деятели, это и наука, и культура, и очень много профессорского состава. Кстати, профессор Чувашского университета Василий Владимирович тоже является членом этой общественной палаты от Чувашской республики. Ну, Татарстан я пока представляю в единственном числе, и мы надеемся на ее развитие. Потому что очень хорошие идеи идут оттуда о развитии наших взаимоотношений. Союзное государство, оно сделало это первый маленький шаг, показать, что можно жить в Союзе. Показать другим, дать пример. А чтобы этот пример дать, должна быть эффективность от работы этого государства. Ну, мы, создавая эту общественную палату, надеялись вдохнуть, так сказать, сделать такую новую струю в этой работе. Во всяком случае, эти шаги надо делать. Пусть они будут робкие, пусть мы, результаты кто-то скажет, мы ждем, не ждем. Тем не менее, ничего не делать, это хуже, чем делать хотя бы что-то. Поэтому, я, во-первых, хотел передать приветствие от руководства общественной палаты сегодняшнему форуму от имени... Там представительство 100 человек от Белоруссии, 100 от Российской Федерации, паритетно, 50 на 50. И, в первую очередь, я хотел вас известить о том, что существует такой у нас уже теперь институт общественный. И не только знать, но пропагандировать, освещать, продвигать вот эту идею межнационального согласия. Тема, сами понимаете, очень актуальна. От вас, молодых, очень многое зависит, в том числе и ваша дальнейшая судьба от этого. Потому что, не общаясь, замкнуться в замкнутое пространство – это путь в никуда. Развития не будет, это однозначно. Только в развитии между другими странами, другими народами у нас будет прогресс. В противном случае однозначно застой. Тема очень актуальна, очень серьезная. Может, где-то ей недостаточно уделяется еще внимания. Скорее всего, что может быть и так. Да вы сами уже видите ситуацию, которая происходит сейчас в мире. Причем это не только то, что нас изолирует и в экономике. Это не только в России. Эти моменты происходят, вы сами видите, и во Франции, и в Германии. Эта волна, она набирает силу и расширяется. Ее надо останавливать и поворачивать спять в позитивное русло. Вот хотелось бы высказать вот такое пожелание вам. От вас все зависит. Судьба этого вопроса в ваших руках. Успехов вам в этом деле. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, на самом деле речь вот о чем идет. Дело в том, что организовался МАСТ, Международная ассоциация, такая студенческая телевидение. Это вообще такая первая реальная ассоциация, в которую начали входить вузы. Казанский федеральный университет вошел практически одним из первых. И вот такая организация, объединяющая всю Россию, студические медиа-центры, может сделать очень многое. Например, даже вот то, что мы сейчас едим с вами здесь, грант Росмолодежи, он, собственно, выигран именно по этой причине. Здесь участвует сразу Росмолодежь, Казанский федеральный университет, МАСТ. Точно такие же гранты мы говорим о том, чтобы можно в пределах нашей необъятной вообще страны делать на межконфессиональные, межнациональные темы. На самом деле мы же не знаем друг друга вообще. Вот мы разговаривали как раз и с Владимиром Евгеньевичем. Кто знает, как звучит аварский язык? Просто звучит. А сейчас технология, в принципе, позволяет. Я говорю о том, что мы можем... Я сейчас тоже еще подумал, вот после разговора мы в новостях часто как делаем. Там приезжает спикер, он говорит на английском языке, мы его стандартно перебиваем, как на федеральных каналах, там дубляжом звуковым. Зачем? То есть надо оригинал звука пускать и ставить субтитры. Сейчас все это позволяет. А вообще-то, если это в Ютубе и в интернете, то и этого не надо. Можно две дорожки пускать звуковые. То есть три, пять, шесть. Цифровизация на самом деле помогает в какой-то части спасать эти языки. Да, они когда-то начнут умирать, мы все это понимаем. Но надо бороться до конца, во-первых, и друг друга знать. Тем более, что вот эти вот межнациональные отношения, мигранты, все это назревает и назревает с каждым днем. Объединяясь, у нас есть больше шансов доказать властям, правительству, что это нужно, что на это нужны деньги, что студенческие медиа-центры в разных городах получат эти гранты, сделают это дело, докажут, что это не могут. И, в принципе, таким образом, это какое-то, если хотите, гражданское общество. По сути, в этом смысле зарождается, можете именно быть инициаторами этого гражданского общества, именно вы, студенческие медиа-центры. В принципе, такая возможность есть. Владимир Игоревич, пожалуйста. Я в своем первоначальном выступлении не стал конкретизировать те действия, которые мы хотим делать в этом совете, но я совершенно согласен, что многое, что надо менять именно в телевизионном контексте, производимом молодежи и для молодежи. Я 15 лет отработал в компании японской оператором. Вы знаете, там никогда не убивали реальный звук, всегда накладывали только титры. У нас же это действительно так. Я думаю, что надо возвращаться к правильной подаче информации. Вы знаете, еще есть такая опасность, я тоже не хотел об этом говорить, но скажу. Создание моногородов, монопоселков в нашей стране это чревато, ну, в общем, нехорошими последствиями, вы правильно говорите. А это есть. Вот я был в Грозном недавно, там 95% коренного населения. Есть такая опасность. Мне кажется, что вот как раз МАСТ и те задачи, которые оно перед собой ставит, позволят молодежи просто, ну, жить так, как мы привыкли жить, может быть, 40-50 лет назад, когда не понимаешь и не испытываешь тревоги и даже не задумываешься, а кто какой национальности. Было такое у нас в стране. Может быть, для молодежи это откровение, но так оно было. И мне еще хотелось бы сказать, что, конечно, без вас, без вашей поддержки, без поддержки студенчества эти задачи нереализуемы. Но поверьте, вот все, кто здесь сидят, мы достаточно взрослые уже люди с сединой в голове, но мы заботимся о вас, именно о вашем будущем. Мы видели и видим, что происходит в Европе, что происходит на Украине, как топчутся те основы, которые были заложены нашими дедами и выстраданы ими. И мы не хотим, честно говоря, чтобы у нас это происходило. Ведь история, как вы знаете, она ходит по спирали. Ну, не хотелось бы нового витка, новой спирали в нашей стране, хоть это может быть и пафосно звучит, но это так. Может быть, есть желающие что-то сказать, высказаться, пожалуйста. Буквально, если позволите, несколько слов еще добавлю. Вот тема, она и без всякой цифровизации сама по себе очень важна. И причем вот если такой журналистский взгляд брать на освещение темы межнациональных отношений, то не всегда выигрыши эта тема оказывается на страницах и газет, и в программах телевизионных. Вот мы и в общественной палате много раз об этом говорили. И вот все представители всех наших землячеств и представители культурно-национальных автономий, которые живут в нашей республике и очень активно работают под эгидой Ассамблеи народов республики Татарстан, они все говорят, мы проводим столько много интересных мероприятий. Почему журналисты это не показывают? Почему? Ну, видимо, считается, что в журналистской среде, что, ну, это как бы, ну, само собой разумеется, ну, праздник там провели национальный какой-то, ну, что-то там язык, они там свой изучают, им это надо, пусть они этим и занимаются. На самом деле, вот, это, конечно, там связано и с эфирным временем, и с газетной площадью, и что это, вот, значит, вот, ну, столько много таких мероприятий проходит, не все это может найти освещение, но, тем не менее, тема-то, она глобальная, это, на самом деле, вот найти какой-то, углубиться в нее, никто же не требует, чтобы показать, как там кто-то танцует и поет песни. А что за этим стоит, где вот эти корни, почему вот это для нас нужно, сохранение вот этого мира, взаимопонимания, и к чему это может привести, вот таких, конечно, размышлений, такого глубокого погружения в тему, ну, к сожалению, сегодня нет, и когда, вот, ну, сегодня стабильная обстановка, слава Богу, что она стабильная, и какие-то там, значит, искры вылетают, удается их гасить, но, но, а если, значит, вот начнется разрушаться та стабильность, которую я не имею в виду в национальной сфере, а то, что даже цифра нам привнесет вот в нашу жизнь, да, она же тоже там не только положительное с собой несет, но и вот, о чем я пыталась сказать, и изменение ментальности там и так далее, а вот в этих условиях, конечно, будет это сохранять очень непросто, поэтому как-то проникнуться, пропитаться этим, вот этой темой, я считаю, что это очень важно. Я тоже хотел добавить, буквально 13-14 февраля, два дня подряд, в Москве проходила международная конференция народная дипломатия. И вот темы, которые волнуют сегодня всех, вот они так или иначе тоже поднимались и на этой конференции. Очень была интересная конференция, интересные люди, там были депутаты Госдумы, Министерство иностранных дел, первый зам МИДа, выступал и Косачев от Госдумы. И у всех вот звучит вот это такие, ну где-то тревожные нотки. Я что хотел сказать? Мы как-то вот, правильно, ментальность, ждем, что кто-то сверху там спустит, сделает. Вы знаете, такое время не надо ждать. Вот прозвучало даже такое мнение, что мы с таким мнением докатимся, что у нас не только народная дипломатия появится, но докатимся до народного правительства уже. Поэтому вот хотелось бы, чтобы не надо ждать. Нужна инициатива снизу. Не дождемся. Потому что сложилась такая ситуация, что те люди, у которых, я назову такое, может быть, по-простому скажу, ну, грубо говоря, много денег, богатыми, им и у них мозги уже не будут думать, как жить дальше. Они себя обеспечили. А вот остальным-то надо думать. И всем надо думать. да. Уважаемые друзья, мы завершаем нашу конференцию по Междунациональному Совету, Международной Ассоциации Студенческого Телевидения. Посыл один. На самом деле, для того, чтобы мы что-то сделали, надо объединяться. Есть хороший почин, вот есть Международная Ассоциация Студенческого Телевидения, я прошу вас всех подумать об этом, донести, чтобы побольше вузов об этом знало, включалось в них. И, кстати говоря, там же даже можно не иметь оборудования такого уж, да, обычные примитивные камеры, фотоаппараты. И, собственно, уже начинать работать и включаться в этот процесс. И Международная Ассоциация вкупе, я думаю, что разработает там методы, как помочь тем, у кого сложно с оборудованием, у кого сложно с контентом, у кого сложно еще с чем-то. Сейчас уже у них работает портал, Владимир Евгеньевич, вот пошел канал, наш канал впрягается туда однозначно, потому что мы видим в этом перспективу. Вместе мы все одолеем. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова